Всем привет, вы на канале CryptoCommons и вау, чуваки, что произошло с биткоином, давайте попробуем разобраться. Ну, во-первых, хочу вас успокоить, это часовой таймфрейм, внимание, переключаемся на недельный, мы все еще в канале и у нас зеленая свечка, вуаля. Во-вторых, вспомните, что я вам говорил вот в этом видосе, приготовьтесь к волатильности x10, именно это я вам и говорил. Хотя многие, наверное, не поняли и думали, что я имею в виду, что биток сейчас улетит x10, но я вам говорил про то, что волатильность дневных свечек будет зашкаливать по 10 тысяч долларов в обе стороны. Поэтому давайте разберемся, что у нас все-таки действительно сейчас произошло и продолжает происходить. Ну, во-первых, на дневке мы можем видеть, что мы как раз сходили на ретест вот этого сопротивления в 42 тысячи, помните, о котором мы говорили долгое время. Пускай это будет красное сопротивление, которое мы долго не могли пробить, потом в итоге мы его пробили, и так они возвращались на ретест. Но вот сейчас можно сказать, что мы вернулись на его ретест. Посмотрите точно, тень у свечи, ну, даже, кстати, еще не дошли. То есть все еще есть вариант, что мы можем еще и ниже задампиться и потом только улететь вверх. Что еще хочется отметить, что все же, как ни крутите, мы в бычьем рынке. Потому что, смотрите, вот мы стоили недавно десятку, потом сейчас вот стоили тридцатку, сейчас все еще стоим сорокет. То есть мы идем наверх, я думаю, это видно не вооруженным глазом. И на бычьем рынке есть такая стратегия, она называется Buy the Deep. Покупай просадки. То есть, когда вот так вот всех ликвидируют. Кстати говоря, скажите, ликвиднуло вас или нет? Потому что я сделал опрос по чатам, вот смотрю, вижу, что 25% говорят смыло, 75% говорят держусь. Что, кстати, очень радует, если это правда. Почему это происходит? Да потому что перегрет рынок, и очень много кто вот здесь, особенно из новичков, начинает впрыгивать на хаях, пускай даже локальных. Впрыгивать вот тут вот маржинальные лонги. Ну, например, мой дружище, хороший мой дружище, только недавно он зашел на фьючи, на банане, и начал мне слать вот такие скрины. Смотри, говорит, братан, залетаю вообще во все, что попало, прям по маркету, и вон рублю по НЛ. Вот он залетел в биткоин кэш, типа 6 тысяч долларов профит, там дэш, 3 тысячи долларов профит, просто с нифига вообще. Вот, но слава богу, ему ума хватило зафикситься, но до этого его ликвиднуло. В общем, в чем фишка-то? Что нельзя, на бычьем рынке надо тоже искать точки входа, не надо на обум впрыгивать просто потому, что все растет, и ловить фома, что вот сейчас без меня оно улетит. Да, конечно, смотришь, жаба душит, думаешь, надо залетать, но на самом деле нифига. Самое сложное в трейдинге – это не торговать, помните это. Теперь опять же, как бы сегодня 29-й лунный день, это один из самых жестких лунных дней в месяце, ну то есть это полнолуние 15-й, да, и 29-й новолуние. Как правило, происходит всякая дичь, и можно в это верить, не верить, астрология и так далее, но все-таки все невольно связано с луной. Лунные циклы, извините меня, приливы и отливы, и это те же самые волны у нас на рынке приливы и отливы, как мы видим, вот у нас пошел отлив. Теперь, что нам очень важно видеть, что мы удержимся все-таки глобально выше вот этого уровня, даже если мы его вдруг ложным проколом еще сходим ниже, но потом должны отскочить и удержаться. Тогда все будет окей, как минимум в среднесроке. Но, конечно же, не надо исключать вариант того, что будет в стиле как мартовский коронадамп, и мы уйдем еще ниже. И также не надо исключать вариант того, что это было все на часовике, что типа вот мы дипанули, и сейчас у нас будет вишей прикавери, то есть восстановление без каких-либо попыток на откат. Понимаешь, сейчас же многие как будут думать, ага, дай-ка я расставлю сейчас лимиточки, подожду, пока мне в них нальет. И в итоге они будут все основы покупать уже вот здесь. Вот, потому что я думаю, вряд ли у кого-то есть вообще сомнения, что в долгосроке это все дело отрастет и развернется. Но в таких проливах, да, мы их, конечно, ждали, но к ним морально очень редко бываем готовы и физически. Опять же, свечка объемов, конечно, внушительная. Тем не менее, хочу отметить, что RSI на часовике уже находится в глобальной перепроданности и намечается отскок. Но, опять же, на часовике и на четырехчасовике у него бывает отскок вот такой через двойное дно еще, так что не торопитесь лонговать. Стохастик RSI тоже вот вроде развернулся. И на MarketCypher была зеленая точка, но сейчас она пропала. Тоже ждем для подтверждения. Давайте взглянем на четырехчасовик. На четырехчасовике мы пока не видим еще даже глобальной перекупленности RSI. Возможно, что все у нас еще впереди. Поэтому торопиться, конечно, не стоит. Когда мы видим такие свечи, лучше всего быть вне позиции. Теперь что по альткоинам? Альткоины, конечно, еще жестче все летят на днище. И при этом мы видим, что доминация BTC начинает отскакивать. Посмотрите. Доминация BTC под этот шумок начинает отскакивать от своего локального такого не до лоу, скажем, вот здесь. И возможно, что сейчас на панике, да, все-таки биток больше в себя всосет ликвидности. И альтам будет еще гораздо жестче. Потому что все поверили в Alt to the Moon. И вон мы видим, что происходит с эфиром, допустим. Все, кто волнуется за мои лонги, да, они все еще открыты. И более того, все еще даже в плюсе. Потому что я их держу давно. Вот с того самого прошлого раза, когда все боялись покупать, кстати говоря. Смотрите, потому что на дневке, тут даже особой коррекции-то не пахло. Вот, на дневке-то я покупал вот здесь. И пока не продаю. Держу. Но, тем не менее, сегодня даже золото дипануло. Я вот рассматриваю вариант, может быть, золото нарастить, может быть, позицию. Потому что, смотрите, все-таки это не один крипторынок. Сегодня и золото падает. И вообще этот 29-й гребаный лунный день. И при этом мы видим, что фонда на хаях. СМП-ха стоит, не шевелится. Ну так, какие-то есть намеки на коррекцию. Но пока это нельзя назвать коррекцией. Фонда на хаях. Крипта упала на 20-30%. В моменте всех ликвиднула. Ну, ребята, что я думаю? Давайте на примере эфира, потому что он еще более волатильный. Я думаю, как я уже сказал, что здесь тупо ликвиднуло всех, кто перебрал с вангами. Даже, понимаете, даже те, кто заходил вот здесь вот, и вот здесь на росте пожадничал, и добрал, добрал, добрал еще плечами. Даже их тут ликвиднуло. Причем их ликвиднуло вот здесь, а цена уже здесь. И если они захотят купить просадку, возможно, они сейчас здесь будут покупать. Поэтому не знаю, не факт, что мы не сходим ниже. Но в целом, еще раз говорю, глобально план такой, что мы либо сейчас отскочим, либо тут отскочим, либо даже ниже, но все равно отскочим. Поэтому ваша задача, ребята, не впадать в фома, не перебирать с плечами, а набирать потихонечку, потихонечку на просадке и использовать ее как великолепнейшую возможность аккумулировать. Но помните, но помните, что надо отдаляться на дневке или даже на недельке и вспоминать, что на самом деле тут даже на недельках еще и коррекции не видно. На хайконаж и свечках, за что я их люблю, еще даже не видно, что это дамп, все зеленое. И помните, что бывают у нас очень-очень страшные истории, очень страшные истории, как во времена коронадампа, хотя этого почти уже не видно, видите, то есть в долгу это все на самом деле ништяк. Но может быть даже вот такая вот фигня по любой монете. И вы должны быть к этому готовы, дорогие мои. Поэтому резюме такое, не паникуем. Я постараюсь сейчас попозже мутануть лайвстримчик с гостями. А в целом не забудьте, что это великолепнейшая возможность аккумулировать просадку, но рассчитывая риски. Продавать здесь на панике или впрыгивать в шорты ни в коем случае никому не рекомендую, потому что это обычно худшее решение, которое можно сделать. Даже здесь. Если вы взяли здесь шорт, вообще мега вам респект, вы в профите. Я бы рекомендовал вам как минимум частично закрываться уже, потому что шортить растущий рынок делал такое. А так, если посмотреть, то мы вернулись на трендовую, даже ничего такого вообще не произошло. Вот, грубо говоря, вот у нас была некая такая вот трендовая линия, можно ее так-так начертить, как угодно. Но, грубо говоря, вот у нас такой более-менее здоровый рост, плавный. И мы то ниже, то выше него ходим. Мы можем опуститься и ниже него, потусить там, потом пробиться. Поэтому, ребят, старайтесь аккумулировать всегда в районе средних значений, а лучше в районе нижних значений. И присматривать за отскоками по 4-часовому RSI. Вот сейчас, когда 4-часовой RSI нащупает либо дно, либо двойное дно, вот двойное дно даже стопудовее будет, если он нащупает, с небольшой дивергенцией, например. Вот там можно будет лонгануть хорошо отскок. И я думаю, мы постараемся сделать это в стриме. Вот, ну а вам просто хотел напомнить, что битки – это вам не какая-то шляпа. Это серьезная история. И эти сквизы, они действительно нужны, чтобы впитывать ликвидность для дальнейшего полета наверх. Вот она, волатильность x10. Просто осознайте, что вот эта свечка – это такая же свечка, как, грубо говоря, были там даже не здесь еще, а где-нибудь вот там, вот тут. Вот тут тоже были такие свечки, только они были не на 1000, а на 100 долларов, там поэфиру или на десятки. И это будет, это обязательно будет. Будет вот такая вот тряхня, будет вот такая вот абсолютная тряхня в целом, перед тем, как мы пробьемся, но очень сильно наверх, понимаете. Если мы так ходим вниз, то, значит, мы наверх можем улететь еще гораздо сильнее. Вот и все, ребята. Такие новости. Надеюсь, вас не ликвиднуло. Торгуйте с холодной головой аккуратненько, с риск менеджментом. Это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, лайкайте даже в такое нелегкое время для лонгистов. Ну, а всех шортистов поздравляю с профитом. И пойду набирать потихонечку пока скидки. Всем удачи, пока.